Евросаммит в Молдове завершился. В Бульбоку приехали 49 лидеров разных стран. Большинство улетело вчера, кто-то остался на ночевку в Кишиневе. Глава МИД Молдовы заявил, что больше всего гостям понравилась молдавская черешня. Твиттер европейских лидеров пестрит фотографиями и видео из Молдовы. Председатель Европарламента пишет, что место Молдовы в Европе. А в интервью журналистам добавляют, место будет, но это не точно. Если говорим о вступлении в ЕС, то это касается политических аспектов. У каждой страны свой путь. Президенту Румынии Яханюсу тоже задали вопрос, сможет ли Молдова стать членом ЕС в ближайшие 7 лет. Такую цель заявили власти в Кишиневе. Я помню, как Румыния подавала заявку на вступление в ЕС. Мы не должны питать иллюзий. Эти процедуры очень сложные. Прорывных документов на саммите не подписали. Было много бесед, дискуссий и подарков. Норвегия сообщила, что дарит Молдове 50 миллионов евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новом пакете помощи Молдове на 1,6 миллиарда евро. Там деньги на энергетику, ремонт железной дороги, деньги на защиту от гибридных атак. Польша подарила оружие, снаряжение, боеприпасы. Пять больших транспортных самолетов привезли целую гору оружия. Так описывали подарок журналисты. Глава Молдавского МИДа сказал, что саммит удался. Гости впечатлены культурой и европейскостью. А еще многие делегации просили, чтобы им отправили по 2 килограмма молдавской черешни, той самой, которая била рекорды по ценам. А иностранные СМИ выпустили статьи о саммите под заголовками «Беднейшая страна Европы становится центром объединения». Евросаммит закончился и сегодня в 7 утра заработал аэропорт Кишинева. И судя по онлайн-табло аэропорта, все сразу рванули в Турцию и Египет. Владислав Лукаш, ТСВ